Показываю рюкзак от школьника, ребёнка, который идёт в первый класс. Вот такой толстенький рюкзачок. Что туда входит? Много чего входит. Короче, посчитали, что базовый набор для мальчика обойдётся родителям в 22 300 рублей, а для девочек 26 800 тысяч рублей. Росстат отмечает, что инфляция за год составила 15%. Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвёртый год подряд, сохранился. Школьные товары дорожают медленнее. Ну как же они дорожают медленнее, если на 15% подорожали? Ну это не... Это в среднем. Одни же подорожали на 15, другие на 20. Ну дают, ну дают. Всё дорожает, всё дорожает. Так что, господа, те, у кого один ребёнок, он ещё может раскошелиться, отправить ребёнка в школу. А вот у кого двое-трое детей, вот ему придётся в трёхкратном размере всё это покупать. А зарплата-то маленькая. Вот тут сказано, что в среднем стоимость школьного канцелярского набора из 40 предметов хорошего качества составит около 6 тысяч рублей. Вот так-то. А в течение года ещё в тетради же надо будет докупать всё это. Это же будут тоже затраты. Это тоже будут затраты. В тетради будут быстро исписываться. Надо будет ещё покупать. А если там ещё какие-то задания дополнительные, какие-то... Это очень много. Да, сложно будет в этом году отправить всех детишек в школу. Так что, господа родители, готовьтесь раскошеливаться. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь пенсионеру, присылайте на мой счёт финансы. Под роликом есть расчётный счёт. Я тоже преподаватель начальных классов. Так что, это и мой праздник, когда детишки идут в школу. Я всегда радуюсь первому сентября. Они такие красивые, такие нарядные, такие любознательные, приходят в школу, ну и в детский сад тоже. в школу. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...